Добрый день, дорогие зрители! Интересное видео у нас сегодня должно получиться. К нам приехал автомобиль Kia Sportage. Этот автомобиль 2013 года с пробегом 253 тысячи. Судя по предыстории от хозяина автомобиля, в принципе, ничего за это время особо с ним и не делали. То есть ездили, эксплуатировали, приносило людям удовольствие от езды. Сейчас нам предстоит сделать огромную работу по ее восстановлению и полному ремонту. Что мы будем делать? Мы будем ремонтировать двигатель, полный съем двигателя, разборка, сборка, дефектовка, расточка, гильзовка. То есть полный комплекс по ремонту ДВС. Что конкретно мы будем менять, мы узнаем уже после разбора, как все это обычно и происходит. Далее мы вместе с двигателем будем снимать также автоматическую коробку передач. Как вы знаете, у нас уже появилась услуга по ремонту АКПП. В нашем техцентре на Дубнинской в основном этим занимаюсь я. Также будет отдельное видео по ремонту АКПП. АКПП у нас А6МФ. Также мы проведем беглый взгляд по ходовой части. То есть в данном видео вы точно узнаете, если вы, допустим, собираетесь купить этот автомобиль или у вас автомобиль с таким пробегом. В данном видео мы вам покажем, что с ним происходит. Также хотелось бы отметить, что весь комплекс УСРУК мы будем производить за счет только своих ресурсов. Соответственно, у нас свои запчасти, то есть свой магазин запчастей. Если вы это не знаете, вы можете посмотреть на нашем сайте, где они находятся. Также у нас свой токарный цех, который занимается расточкой и всем остальным. Ну и также, соответственно, мы занимаемся ремонтом коробок. Так, сейчас хотелось бы прокатиться на автомобиле и произвести небольшой тест-драйв, чтобы понять, как она себя ведет. То есть и рассказать вам, какие причины следственные связи. Не пойдет? Так, видеорегистратор у нас уже отвалился. Чинить мы его не будем, не умеем. Музычка здесь приятная. Салон, в принципе, не сильно засранный. Для такого пробега, скажем так, состояние у автомобиля неплохое, по крайней мере, внутри. Снаружи, кстати, тоже. Кто поедет, знаешь? Нет. Джордж Майкл. Музычка приятная, да? Выключим, а то YouTube нас забанит. Точно. Ну, что-то слышно какое-то, да? Слышишь стук? Сейчас мы завели автомобиль, и я не знаю, камера передает это или нет. Надеюсь, звукорежиссер пытается поймать этот звук. В данный момент слышно, как стучит поршневая группа. То есть это слышно даже уже на таком пробеге. И, в принципе, и без эндоскопа это понятно, что уже поршневая застучала. Чуть мы его прогреем, попробуем прокатиться, как он себя ведет в ходу. При постановке автомобиля на паркинг слышно небольшой гул. Скорее всего, это уже насос. Насос гудит в коробке. Так как при переходе на драйв, когда давление меняется, гул уходит. Также хотелось бы напомнить, что наш техцентр находится на улице Дубнинская, 50Б, строение 1. Тут непосредственно нахожусь я. А также у нас есть, открылся недавно новый техцентр в городе Долгопрудный. Какой там адрес-то? Лихачевский проезд, дом 18. Лихачевский проезд, дом 18. Если вы не знаете, где он находится, это Долгопрудный. Тричит выхлопная система. В принципе, мы уже это заметили, там, скорее всего, гофро порванная. Но, возможно, проблема еще где-нибудь есть. Слушай, ну по подвеске тут, походу, просто капец. Да, подвеска тоже отдельно от машины. Да, подвеска тоже отдельно от автомобиля. Мы ее посмотрим. Как бы у нас заявленной диагностики по доходовой части не было. Но сделаем небольшой подарок нашему клиенту. Сделаем диагностику бесплатно. Но она, да, совершенно верно говоришь, Влад, она отдельно от автомобиля работает. А теперь попробуем разгонять. Сейчас она у нас где-то на второй передаче. Даю газ в полу. Она пока не едет почти. Затягивает переключение. И слышно, что буксует коробка уже. Что-то бум. Да, удар. Затягивает. Не хватает давления, получается, соляной туда, что переключается? Нет, буксуют пакеты, скорее всего, уже. Давления, естественно, тоже мало. Ну, буксует в основном пакеты. Вот я даю в пол. Она оба по обороту подымает, а разгон идет слабый. Тормоза тоже так себе бьют колеса. Может быть и тормоза. Ну, в общем, автомобилем надо позаниматься. То есть, если вы решили приобрести данный автомобиль с таким пробегом, я всем настоятельно рекомендую первым делом перед покупкой, перед покупкой, а не после. Потому что, когда вы это делаете после, зачастую уже поздно. То есть, вы уже согласились на этого кота в мешке, и вы его приобрели. А также можно предложить потенциальному продавцу произвести полную диагностику перед покупкой. Это было бы логичнее и правильнее. И сэкономит вам огромные средства. В данном автомобиле, повторюсь, застучал двигатель. В данном автомобиле буксует коробка передач. И мы сейчас по ходовым качествам автомобиля понимаем, что тут еще и большие проблемы с коробкой. Это уже становится вкругленькую сумму. В конце, в последнем видео, по завершению, мы вам сообщим, во сколько обошелся ремонт данного автомобиля. Вот сейчас даже при первой на вторую он завысил обороты, и машина буксует. Это, в принципе, если вы прокатитесь на автомобиле при покупке, вы поймете это сами самостоятельно. Только нужно смотреть на все эти вещи трезво, а то вы знаете, как у людей бывает, машину покупают, эйфория. Ее еще и намыли, наполировали. А дерни капот, Миш. Вот так у нас работает двигатель. Даже без спец инструмента слышно, как он стучит. Дальше мы будем производить ремонт двигателя и автоматической коробки. И все это вы сможете увидеть в наших последующих видео. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, в Zen, ну и везде, где есть наши каналы.